Юлия может добраться до работы только на троллейбусе номер 7. Правда, при этом она опаздывает примерно на час. Домой едет еще дольше. Видит во всем странное расписание троллейбусов. Постоянно я стою на остановке, засекала количество времени, сколько я трачу на это. Это может быть 40 минут и больше. То есть, допустим, сегодня я простояла 40 минут, а троллейбуса я так и не дождалась, и мне пришлось ехать с пересадками абсолютно на другом транспорте. Юлия решила направить свою жалобу в горы электротранс. А пока ходить на автобусную остановку, которая располагается далеко от дома. Зато шансы уехать гораздо больше. Да и автобусы гораздо теплее трамваев и троллейбусов. Холодно только в трамвае бывает. Ну и в троллейбусах, аналогично, потеплее было бы. Ну, все нормально. Мне кажется, холодно в троллейбусах. В трамваях очень. А по расписанию троллейбуса приходится ждать на сколько? Ну, минут на 15. Как бы ждешь. А трамваи вообще... Бывает не дождешься, а бывает прям туда-сюда ходят. В комитете по транспорту нам ответили, что на неравномерное расписание электротранспорта им никто не жаловался. Однако пообещали проверить и урегулировать расписание троллейбуса номер 7. Кстати, весь электротранспорт города, а это 227 трамваев и 60 троллейбусов, практически полностью изношен и требует обновления. Правда, для города это слишком дорого. Один троллейбус стоит около 15 миллионов, а трамвай их около 25. Получается, на полное обновление нужно больше 20 миллиардов. Барнаульские власти пытаются добиться помощи от федералов. Город пытается попасть в программу, которая организована в ЭПРФ. Будет отобрано 10 городов, включая в конкурсе участвует город Барнаул. Если мы туда попадем, то будут выделены средства на обновление городского транспорта, трамвайно-троллейбусного парка и трамвайных путей на контактной сети. Помимо закупки новых трамваев и троллейбусов, на федеральные деньги планируют продлить трамвайные пути в поселок Новосиликатный. Но осуществить проект получится только если удастся получить финансирование. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. Продолжение следует...